Приветствую вас и постараюсь ответить на вопрос в соответствии с тем, как он вами описан. То есть вы сперва задаете вопрос о том, как объяснить поведение вашего коллеги, а потом вы спрашиваете, как вам поступить в этой ситуации. И давайте для начала вам скажем, почему ваш коллег так себя ведет. Его поведение, которое вы описываете, оно очень сильно по своей сути напоминает защитную реакцию. То есть молодой человек, испытывая к вам какие-то эмоции, то есть мы здесь, конечно, не можем знать, какие именно, потому что, ну, из вашего сообщения нельзя сделать вывод, какие именно эмоции молодой человек испытывает. Но скажем, что он испытывает какие-то эмоции к вам объективно. И эти эмоции он не может, по какой-то причине считает для себя невозможной реализовать, выразить на людях, на других людях. Это для него совершенно неприемлемо, вот по его мнению. И поэтому он пытается, по сути дела, скрыть то, что он к вам чувствует. Почему он пытается скрыть это, мы, конечно, знать не можем. Я надеюсь, вы это тоже понимаете. Мы не можем знать, почему мужчина пытается скрыть то, что он к вам чувствует. Ну, наверное, здесь имеет место быть некие моральные устои, некие моральные нормы, некие его ограничения, его комплексы, его переживания и его представления о том, как вообще должны складываться профессиональные отношения между коллегами, между людьми, в частности, и что-то вот у него есть противоречия. Где-то в чем-то у него есть противоречия. Это противоречие, оно, условно говоря, не дает ему возможности, то есть вашему коллеге, данное противоречие не дает возможности вашему коллеге реагировать на вас одинаково в любой ситуации. Почему это так? Потому что он к вам неравнодушен. Именно его неравнодушие, оно заставляет его так себя вести. И, конечно же, нельзя говорить однозначно о том, если он к вам именно испытывает какие-то любовные чувства. Но факт тот, что он вознуждается, факт тот, что он испытывает к вам какие-то чувства, это совершенно точно и определенно. Дальше. Следующий важный момент. Я здесь согласился, наверное, с Мариной Горьковой, отчасти, конечно, и скажу, что вы сами для себя не знаете, чего вы хотите. С одной стороны, вам приятно то, что вы получаете внимание молодого человека, ну, своего молодого человека. А с другой стороны, вы понимаете, что с ним у вас, ну, скорее всего, наверное, ничего не получится. Возможно, у вас есть какие-то еще блоки, связанные с тем, что вы не позволяете для себя этих отношений. То есть вы сами себе запрещаете из-за определенных моральных каких-то устоев, да, из-за определенных каких-то моральных соображений и так далее. Если это так, то давайте тогда подумаем о том, какие это моральные соображения. Какие они? То есть что вам, по сути, не дает возможности, например, ответить взаимностью молодому человеку? Если вы хотите такие заимности, если вы не нуждаетесь в этой заимности, вот давайте подумаем на эту тему. Если вы не хотите, если вы желаете, чтобы он перестал вам вот так вот позвонить, да, и рассказывать, обсуждать какие-то вопросы, то ему нужно об этом сказать. Как? Мягко, если вам обходительно. Объясните ему, что, во-первых, у вас нет времени. Во-вторых, у вас дела. То есть, на самом деле, вам не нужно говорить ему, что вы не хотите с ним общаться. Действительно, не нужно, не стоит портить отношения с коллегой. Но вы имеете полное право дать ему понять, что не заинтересованы в общении с ним, кроме рабочего. И он сам по вашему поведению это поймет. То есть, вам достаточно просто правильно себя проявить. Но для этого нужно определить, чего вы хотите, понимаете? Если вы хотите с ним сблизиться, в этом нет ничего дозорного, нет ничего страшного, в этом нет ничего ненормального, позорного и так далее. То в таком случае нужно, да, ответить ему взаимностью. Потому что молодой человек проявляет ее к вам. И он вот таким своим поведением, по-мужски, показывает вам одновременно, что вы ему интересны. И в то же время, что он независим от вас. То есть, что он не ждет вас, что он там, знаете, не ожидает, пока вы обратите на него свое внимание. Мужчине важно показать свою независимость. И он это делает. Этот мужчина, молодой человек. И вам, в первую очередь, вот, если говорить о реакции, то вы определите, что вам ближе. Здесь не нужно ориентироваться на мнение других людей, если вы хвастаны волной. Это ваша вечная жизнь, и вам решат, как ее строить и как ее проживать. Вы определитесь, прислушаетесь к себе, что вам ближе. Идти на сближение, или все-таки отдалиться от него, да, высохнуть какую-то грань между вами. Но руководствоваться нужно именно своими желаниями. Не страхами, не опасениями, не сомнениями, а именно желаниями, чего вы хотите. Если вы определите, чего вы хотите, но на пути к этому будут лежать страхи, ваши страхи, то в таком случае можно будет эти страхи, в принципе, проработать и убрать. Вы знаете, я, вот, честно, не из-за какой-то горсти, да, не из-за какого-то там умысла, да, я не буду, не стану здесь сейчас, наверное, рассказывать обо всех подходах к борьбе со страхом. Прямо-то это получится долго, и вам это не нужно будет. Но если у вас есть какие-то опасения, например, может быть, это конфликты сообщества, может быть, вас волнует мнение общества и так далее, то вот это все можно с вами проработать, если вы хотите. Чтобы вы были хотя бы свободны. То есть, давайте условимся так. Вы не знаете, как реагировать, потому что вы не свободны. Ваша незвобода проистекает извне. То есть, некие обстоятельства извне мешают вам принять верное решение, потому что конфликтует то, что вы хотели бы вы, и то, что вы считаете правильным. То, что вы считаете правильным нарядом на общество, то, что вы хотите, и вы, идет от вас. И если ставить выбор между этими двумя аспектами, то, как бы, часть весов склоняется всегда в пользу того, чего хочет человек. Если это не вредит другим людям. Соответственно, я не думаю, что в любом случае ваше решение, каким бы оно ни было, ваш выбор, может как-то навредить молодому человеку вашему. И поэтому вы вправе принимать это решение самостоятельно, но без влияния внешних факторов. Вот это очень важно. Чтобы не было влияния этих внешних факторов. Если оно есть, оно вам мешает. Мешают вам внешние факторы. Вот их нужно выделить, выявить и устранить. И когда это произойдет, вы сможете свободно, исходя из своих предпочтений, ценностей и желаний, принять решение, как же все-таки реагировать на молодого человека. Поверьте мне, в этом контексте любой выбор, он хорош, нет плохого выбора здесь. То есть, если вы решите с молодым человеком сближаться, это ваше право, это ваше решение, и оно имеет место, оно имеет право быть. То есть, если вы решите с молодым человеком сближаться, это точно так же, ваше решение, оно точно так же имеет право быть. То есть, вам не нужно думать, что вы совершаете что-то постыдное, вам не нужно думать, что вы совершаете что-то позорное, вам не нужно думать, что вы как-то нарушаете моральные нормы или что-то еще. Просто, например, в случае служебного романа есть определенные последствия, могут быть последствия у служебного романа. И вам нужно эти последствия иметь в виду. Просто иметь в виду. Но, с другой стороны, а почему бы вы не получите удовольствие от отношения с молодым человеком, который может сделать вас счастливой хотя бы на время? Почему? Почему вы не должны оттягивать себе удовольствие? Вот о чем нужно подумать. И быть на самом деле свободной в своем выборе. И когда будет свобода выбора, тогда у вас выбора такого не останется. Там это решение будет вам ясно. А вы как раз таки мечтитесь именно потому, что вы не свободны. Вот от этого я вам и предлагаю избавиться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.